Даже не синица, а настоящий коршун оказался в руках первоуральца Владимира Корицына. Раненую птицу сердобольный мужчина подобрал на улице, да и взял под свое крыло. Пернатый хищник, по всей видимости, сам стал жертвой нерадивых охотников. Сможет ли подранок восстановиться в своих птичьих правах, выясняла Дарья Манохина. Четвероногие питомцы семьи Корицких никак не привыкнут к пернатому обитателю. Да и он их, только заслышав, нервничает. Коршуна Владимир подобрал недалеко от своего поселка Ельничный. Пернатый хищник прогуливался вдоль плотины, взмахивая только одним крылом. Второе истекало кровью. Мужчина подозревает, птицу подбили охотники. У него было такое состояние, что он вообще, можно сказать, почти не реагировал. Ну, из-за шока, видимо, из-за боли. Ну, забрали, повезли в ветлечебницу. Там сразу сказали нет, потому что якобы у них нет специалистов. Потом на следующий день повезли в еще одну, там тоже не было специалистов. Ну, в итоге нам просто отказали в помощи. Бросить Коршуна в беде Владимир не смог. Уже неделю он выхаживает его дома, рану промывает и обрабатывает. Но крыло, говорит, заживает медленно. Зато у подопечного проснулся зверский аппетит. За день съедает десяток куриных голов. Ветеринары определили возраст подранка. Ему не больше четырех месяцев от роду. Пока Владимир выхаживает птенца, слух о том, что в ельничном поселился Коршун, разошелся по поселку. Во дворе корицких каждый день аншлаг, желающих увидеть и запечатлить хищника. А можно с вашей птичкой сфотографироваться? Можно. За судьбу птицы теперь весь ельничный переживает. И даже написали письмо в единственный на Урале птичий питомник, который находится по Цесертью. Попросили взять Коршуна под крыло. Накануне пришел ответ. Орнитологи согласились принять птицу. Кого привезли? Посмотрите, это птицы спервауральские нашли. Это Коршун. Коршун, да. Специалисты говорят, Коршуны у них с конца августа частые гости. У истребиных как раз началась миграция в теплые края, а в Свердловской области открылся охотничий сезон. Жертвы нерадивых стрелков, как правило, остаются инвалидами. Но насчет первоуральского Коршуна орнитологи пока прогнозов не делают. Стреляли в него, и тут дробинка задела, вот где рана. Кости целые, но, может быть, сустав разбит. Это просто так не определить, это можно только на рентгене узнать. Если сустав цел, то у Пернатова есть шансы встать на крыло. Если нет, жизнь он продолжит в неволе. В вольере питомника среди других сородичей и собратьев по несчастью. Дарья Манухина, Иван Мякишев. Новости 41 канал.